Для зимнего букета невесты приготовьте ветки в холодной цветовой гамме. Также нам понадобятся шишки, цветы хлопчатника, суккуленты, а также термо-клеевой пистолет и проволока. Здравствуйте! Сегодня у нас тема свадебная. Не просто свадебная, а зимнесвадебная. Конечно же, большинство людей предпочитают играть свадьбу летом. Я думаю, здесь много разных факторов. Во-первых, для невесты меньше одежды, нужно всего лишь одно платье и все. Ну и, наверное, все-таки большее количество людей предпочитают летнюю теплую погоду. Но, касаемо нашей сегодняшней темы флористической, зимняя свадьба – это очень интересное событие. Потому что можно сделать цветочное оформление, возможно, более оригинальным. Итак, сегодняшняя наша тема – это букет невесты. Зимний вариант. А что же взять невесте с собой в виде букета зимой? Конечно же, все зависит от образа невесты. Но мы сегодня будем брать такой среднестатистический вариант, который подошел бы практически любой. Во-первых, свадьба – событие светлое, соответственно, белый цвет. Поэтому букет будет в светлой гамме, но с применением каких-то типичных зимних вещей. Вот, например, соцветия хлопчатника. Такие вот ватообразные засохшие цветочки. По-моему, очень красивый и подходящий под зиму выбор. Также шишки. Вот такие вот опушенные суккуленты. Возможно, соцветия бадьяна. Ну и еще какие-то цветы. То есть, в принципе, все, что вам кажется зимним, то, что выглядит каким-то теплым, уютным, оно все подойдет для зимней свадебной тематики. Ближе к делу. Начнем, пожалуй, собирать букет. Для начала нужно подготовить несколько моментов. Во-первых, если вы собираетесь использовать, например, шишки, то нужно эти шишки каким-то образом придумать, как их поставить в этот букет. У цветов есть стебельки, у шишек ничего нет. Конечно же, можно их приклеить, но это не очень грамотно и не всегда очень удобно. Поэтому мы возьмем шпажки, возьмем горячий клей и вот так вот при помощи клея очень легко приклеиваем шишки на деревянные палочки. Это один вариант. Самый простой, самый быстрый, но не самый удобный. Как еще можно шишки использовать в букетах? Для второго варианта понадобится проволока. Берем тонкую флористическую проволоку, шишку и проволочку продеваем через шишку, в каком-то месте соединяем, то есть она у нас уже на проволоке. Но проволоку неудобно вставлять в букет, поэтому мы эту проволочку наматываем на шпажку. И лишнюю проволоку отрезаем. Такой вариант, конечно же, лучше во многом. Во-первых, тем, что он, наверное, более практичный и тем, что шишку можно как-то в букетике перемещать. То есть не просто вы ее вставили и все, а можно ее туда и сюда как-то немного подвинуть. Это очень удобно, когда вы собираете букет тем более такой ответственный, как букет невесты. А что же у нас здесь? Здесь у нас, в принципе, шишка тоже замечательно приклеилась. То есть быстрый вариант тоже имеет место быть. И если он вас устраивает полностью, то можете его смело использовать. Для начала приготовлю нужное количество шишек для букета. Я использую второй вариант, так как мне хочется, чтобы шишка была более гибкой, чтобы я могла ее как-то перемещать как мне нужно и переставлять в букете. Поэтому, запасаясь проволокой, шпажками и начинаю делать заготовки. В принципе, это все не займет много времени. Тем более, такие вещи можно делать вообще заранее. Если вы знаете, что у вас предстоит свадебный букет, букет невесты. Получилось у нас с вами примерно штучек 10 таких шишек. Я думаю, что на букет должно хватить. Эту заготовку оставляем пока в стороне. Нам нужно сделать еще несколько. Если обычно мы собираем букет только из цветов и живых, то есть нам нужно их почистить, подготовить, разложить и собирать. То здесь, учитывая, что есть сухие материалы, нужно их, соответственно, как-то подготовить, чтобы появились стебли. То же самое нужно проделать с хлопком и с суккулентами. Следующий на очереди хлопок. Обрезаем соцветия хлопчатника. Вот такие вот. Можно где-то убрать листочки. И проделываем нечто очень похожее. Тоже берем шпажки. Но здесь, наверное, лучше брать не проволоку, а, например, скотч. Можно воспользоваться малярным скотчем. Вот таким. Отрезаем небольшой кусочек. Прикладываем шпажку. Аккуратненько приклеиваем. Вот таким вот образом. Главное сделать это достаточно туго, так, чтобы хлопок не болтался. Держался хорошо. При желании сверху можно еще обмотать тейп-лентой, чтобы все это выглядело идеально и так очень аккуратненько и красиво. Можно этого не делать, но лучше, конечно, сделать. Если вы делаете букет для кого-то, на заказ тем более, то используйте тейп-ленту желательно светлого цвета. Такую, которая подходит под цвет стебля цветка. Так, чтобы выглядело все натурально. А заготавливаем вот такие вот соцветия хлопчатника. Кстати, можно их чуть-чуть аккуратно раскрыть, чтобы они приобрели вид цветка. Они бывают более закрытые, более раскрытые. Иногда еще можно убирать полностью вот эти вот прицветники. Они иногда чересчур лохматыми смотрятся. Если мы уберем, опять же, соцветия выглядят более аккуратным. Так что, если вопрос принципиальный, можете их убирать смело. Заготавливаем хлопок. Заготовки хлопка. Убираем пока тоже в сторону. Ну и последнее, что нам осталось заготовить, это суккуленты. Вот эти маленькие растения. Корешки мы заворачиваем в мох, обматывая при этом проволокой или, например, какой-то ниткой или веревкой. И затем мох делаем влажным. Брызгаем пульверизатором или окунаем в воду. Насаживаем на шпажку. И можно обмотать, например, тейп-лентой. Для того, чтобы сохранить влагу для растения. И, в принципе, для любителей цветов, потом этот цветочек можно пересадить в землю. Потому что у него сохранились и корешки, и у него было достаточно влаги, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно в букете. Вот таким вот образом. В принципе, ничего этого не будет видно, когда он будет находиться в букете. Зато растения мы сохраним. Вот таким вот образом заготавливаем то же, сколько вам необходимо растений. Обычно они продаются в горшочках по несколько штук. Можно выбирать как раз такой вид, которых несколько в одном горшке. И обычно эти несколько достаточно миниатюрные. Хотя, конечно же, можно использовать разные растения. Можно использовать один большой суккулент. Их сейчас множество видов, любых расцветок. Я выбрала эти, потому что они имеют легкое опушение, оно как-то очень по-зимнему смотрится. А вы можете выбрать любой, какой захотите. Ну и последние заготовки из суккулентов мы тоже сделали. Итак, теперь нужно подготовить цветы. Для начала подготовим розы. Все очень просто. Убираем листики, не оставляя практически листьев вообще. У нас букет зимний, у нас никакой зеленой листвы нет. Поэтому смело можете оставлять цветок вот в таком виде. То же самое проделываем со всеми остальными розами. Розы оказались очень приятными, совершенно не колючими. И все можно было сделать голыми руками буквально. Так, дальше у нас лютики. Лютики обрабатываем таким же образом. Нам самое главное оставить стебли голыми. Отдельно убираем бутоны. Их тоже можно использовать в букете. И все листья обязательно снимаем, потому что у нас ничего не должно попасть в ножку. Если листья попадают в ножку букета, то цветы начинают портиться и намного быстрее вянут. Бутончики тоже очищаем от листьев. И ставим в вазу, они нам вполне могут пригодиться. Когда все подготовительные работы закончены, самое время приступить к сборке букета. Для начала берем пучок так называемой зелени. Обычно летом, например, мы используем зелень фисташки или еще какую-то декоративную. Зимой я решила выбрать вот эти вот сизые листочки. Мне кажется, они прекрасно подходят для такого типа букета. Их как-то дополнительно подготавливать не нужно. Они, в принципе, в хорошем состоянии находятся. Вот просто выбираем подходящие по размеру соцветия. Ну и, возможно, убираем лишние листья. То есть из них мы создаем нечто вроде основы букета. Букет, кстати, будет на живых ногах. Без какой-либо основы, без спортбукетницы. Он такой вот очень натуральный. Можно сразу сложить нечто вроде букета из этих вот листьев. Из одних листьев. И уже в них добавлять цветы. Начнем с роз. Если роза у нас имеет вот такую форму, то это очень неудобно для маленького букетика. Поэтому бутончики приходится срезать. Можно либо сделать это заранее, либо уже в процессе сборки букета. Когда вы увидите, что бутон у вас не помещается, вы его убираете и ставите цветок. Также ставим лютики. И то же самое делаем с шишками. То есть букет начинаем собирать как бы с середины. То есть вы уже представляете, какая будет серединка букета. И наполняете ее всеми теми цветами, которые там должны быть. Еще один совет. Используйте цветы не по одной штуке, а группами. То есть если шишка, то не одна, а сразу две. Одна причем ниже, а другая выше. Чтобы букет получился более интересным, чтобы он имел глубину. И постепенно начинаем двигаться по кругу, добавляя цветы. Лютики, розы и так далее. Также можно использовать нечто вроде вот таких вот крашенных веточек черничника. Мне кажется, в таком букетике они тоже будут смотреться хорошо. Можно их добавить совсем чуть-чуть. Во-первых, они придадут объем. Ну и добавить некую изюминку в букетик. Не забываем про хлопчатник. Старайтесь, чтобы во всех частях вот этого круглого букета присутствовали все виды цветов. Чтобы хлопок был и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И то же самое с розами по всему букету. Если у вас нет задачи сделать букет из группированных цветов, а они как бы равномерно рассредоточены, то старайтесь это все делать равномерно. И постепенно букет завершаем, делаем его более округлым. Так, не забываем про замечательные пушистые суккуленты. Они на шпажках, поэтому, в принципе, их можно добавить в букет в любой момент. Но лучше сделать это вначале для того, чтобы понимать, где у вас должны располагаться цветы. И как они взаимодействуют друг с другом. А тем временем букетик завершен. Заметьте, я все это время ни разу не завязывала букет. То есть, я все время держу его в руках. Это очень удобно в том плане, что всегда можно чуть поменять цветы. Где-то его вытащить вверх, где-то, наоборот, поглубже убрать. И так, все вроде на своих местах, кажется, красиво. Поэтому завязываем ножку синтетической лентой или бечевкой, или анкор-скотчем, смотря что у вас есть под рукой. И затем можно будет декорировать ножку. Заметьте, что букет я собираю по спирали, в спиральной технике. Крепко затягиваем, чтобы цветы уже никуда у нас не выпали, не поменяли свое положение. Завязываем один раз и завязываем второй раз. В данном случае, если этот букет собран плотно, то вполне можно завязать букет дважды, и это не повлияет на форму букета. Если ваш букет воздушный, раскидистый, ну вряд ли это, конечно, сладкий будет, то обычно не завязывается снизу, потому что вы просто убираете весь объем, цветы сжимаются. А в данном случае у нас букет и так очень плотный, поэтому совершенно спокойно собираем вот так вот ножки и завязываем еще раз. И когда вы завязали ножку в двух местах, можно обрезать лишние стебли. И в итоге у нас с вами вот такой вот аккуратный букетик. Теперь, в общем-то, дело за малым. Осталось задекорировать ножку, сделать ее красивой. Я, пожалуй, использую такой вот светлый цвет. Ее можно даже аккуратненько подклеить. Она имеет такую фактуру, что проще заклеить и будет не видно кончика, чем придумывать какие-то другие способы. Ну и в конце мне еще хотелось добавить немножко аромата в букет зимний. Вот эти вот звездочки бадьяна, во-первых, очень симпатично смотрятся, такие звезды, и к тому же имеют приятный такой запах специфический. Можно приклеить непосредственно, например, на шишку где-то рядышком. Во-первых, они по цвету подходят и будет хорошо смотреться. Поэтому букетик пока ставим в воду. Берем тот же пистолет с горячим клеем, наносим на звездочку и приклеиваем где-нибудь на шишку. Только осторожно стараемся не повредить цветы, потому что от горячего клея они, конечно же, будут портиться. Посмотрите, какой получился замечательный букет. Такой зимний, такой цветочный и уютный. Я думаю, что эту идею можно использовать не только в букетах невест, а просто, если вы хотите сделать кому-то приятное и подарить вот такой вот симпатичный букет. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро в программе «Ботаника». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова